А так это все вставляется, но она оказалась плодовита. И отправлю минут на 20. Привет, я Лиза Селиванова, и это мой канал о комнатных растениях и творчестве, связанном с ними же. Давно, кстати, не было творческой составляющей, но не суть, сейчас не об этом. Это заключительное видео в серии о начале сезона, о весне. Мы с вами уже сделали перестановку, часть растений пересадили, кого-то обновили, фикусы подрезали. Вот сейчас буду рассказывать по порядку, еще некоторые действия с растениями, и начнем с кротона. Кротон тоже нужно формировать, если не хочешь, чтобы он рос палкой. Это страшновато, потому что кротон не самое легко укореняемое растение, ему нужно составлять тепличку. Ну ладно, обо всем по порядку. Какой у меня план? Во-первых, у меня кротон здесь во время обработок сбросил посередине листву, и сейчас покажу поближе. И внизу у него вот здесь есть почка, которая, ну, не назвать ее активной, но уже сформированная, проснувшаяся, вот она почечка. В общем, хочу обрезать кротон вот здесь вот так вот, макушку укоренить. И после укоренения заняться пересадкой низа вместе с макушкой в единый горшок, чтобы росло два растения в горшке. И его уже пора пересаживать, а то он скоро вполне самостоятельно уйдет на своих ногах искать новое жилье. Так, ладно, приступим, потом поболтаем по ходу дела. У меня кончились салфетки, поэтому черенок буду класть просто на бумагу. А нужно будет дать ему обветриться, заветриться, чтобы перестал течь сок перед тем, как ставить воду. Так, у меня есть кусачки и есть резак, который я обрабатываю обычно спиртовыми салфетками и обрезаю им. Наверное, кротон лучше использую резак. Не знаю, возможно, понадобится перчатка. У кротонов сок ядовитый, поэтому лучше, чтобы при пересадке, не при пересадке, а при черенковании уж точно, рядом не было животных, детей, чтобы никто там случайно не попробовал. Я знаю историю с котом, который поел дерево тоже из семейства молочай. А кротон это дерево из семейства молочайных. И котика не стало. То есть, ну, настолько с ним все серьезно, не так, что проблемы с животиком будут от его сока. Поэтому будьте внимательны. Друзья, лучше бы я взяла кусачки. Резак плохая идея. Берем обработанные кусачки и обстригаем. Так, я думаю, что я листья удалять не буду. Здесь, видите, по низу достаточно много места. Сейчас покажу поближе. Не вижу надобности удалять листья. Вот такая получается у меня чудесная макушечка. Я оставлю ее так полежать, наверное, на час, на два. И спиртовой салфеточкой же прижгу рану у низа. Надеюсь, с ним все будет в порядке. Я уже рассказывала в истории о том, как вообще началось у меня цветочное хобби. Я рассказывала о своих первых кротонах, о том, что я начала их формировать тогда, когда они были, как оказалось, заражены паутинным клещом. Сейчас у меня недавно были обработки, поэтому я думаю, он ничем не болен. Тем не менее, волнительно. Волнительно. А теперь займемся сциндапсусом. Сциндапсус жаде сатинварегатный. Я хочу срезать с него несколько черенков, чтобы лиана немножко разветвилась. Возможно, подсажу их как-то покрупнее. Возможно, перепродам их черенки и куплю какое-то новое растение. Так, снова обрабатываю кусачки. И нарезаю черенки. Вот так по одному узлу. Ну, вот здесь еще один есть, но он, видите, недоформирован. И эти черенки я тоже оставлю отдыхать. Так, здесь возьму макушку из двух листьев, потому что один почему-то неварегатный среди всех этих. Так. И вот так. И эти черенки тоже нужно будет подержать на воздухе какое-то время, перед тем, как ставить воду. Так, у меня получилось, получается, пять череночков АЖД сатина. Так, и низ тоже остается таким достаточно густым. Я надеюсь, у него пробудется побольше почек и лианы разветвятся. Сциндапсус себу-блу. Он у меня растет такой маленькой смешной лианой. Тоже хочу черенковать и посадить в горшочек все вместе. Снова обрабатываю кусачки после каждого растения. Наверное, это можно не озвучивать. Мне тут не очень нравится низ. Наверное, я оставлю его вообще без листьев. И посмотрю, пробудется здесь что-нибудь, пойдет в рост или нет. Если нет, то мне особо не жалко. А все остальное я заново укореню. Раз, два, три, четыре, пять и шесть черенков, получается. Его сразу тоже возвращаю на место. Получается, я все растения, точнее низ от них, сразу разношу под лампы. А череночки пусть лежат пока что. Друзья, из-за чрезвычайного происшествия в тот день не получилось завершить съемки. Поэтому продолжим из другого дня. Кротон тогда я поставила в воду. Пока что здесь просто вода. Без каких-либо укоренителей. И надела мешок на голову. Мешок на кротон, чтобы создалась тепличка. И у меня снизу есть, получается, небольшое отверстие, через которое воздух проходит. Все-таки там и как-то обновляется. Потому что, по идее, если плотно закрыть, то нужно проветривать. А я сто процентов буду забывать это делать. Кротон долго укореняется. Это не эпипремным вам мисс очевидность. В общем, так он у меня стоит в теплом месте. Он у меня стоит в комнате, где достаточно сильно шпарит под батарею. На подоконнике. Но так, что не прямо горячо там. Но там все время тепло. Так что так он стоит надолго. Потом, я думаю, я соберу все в одно видео. Конкретно о кротоне, об укоренении. Буду снимать процесс помимо укоренения. Еще и развитие, получается, низа от кротона. Но в этом видео с ним все. Черенки с циндапсуса и эпипремному просто в воде. На них я никакой пакет не надевала. Они быстро укореняются. С ними и так все будет в порядке. Помните, в первом видео в этой серии мы с вами начинали перестановку. И переставляли все как раз с этой столешницы на окно за ней. Это стаканчики, реанимированные растения. Все, что вот в тепличках в основном стоит. Вот напоминание. Нужно все-таки посадить уже из воды укоренившийся замеокулькас. У него клубень, корни. Посадим в кокосовый субстрат. Так, вот этот вот спайдермен блю. Он уже укоренился. Хочу его пересадить, убрать уже из теплички. И поставить ко всем растениям. Пока что все. Пока что все. Больше ничего не хочу делать здесь. Так, что по поводу эпипремному. Ой, что по поводу замеокулькаса. Я думаю, что я освобожу вот этот маленький стаканчик. У меня просто больше нет таких, по-моему. И посажу его сюда. Так, значит, это я зря подготовила. Вот, а этот уже сюда. Поддон для всех пересадочных работ. Таково не видно вообще. Я нашла все-таки чистый маленький стаканчик. Точно такой же. Уже с дренажными отверстиями. Здесь тоже уже вырезаны. Субстрат, как я говорила, у меня кокосовый. Здесь немного циолита. Первит, конечно. Я не знаю, насколько он подойдет за миокулькусом. Но если что, я увижу, что ему не нравится и поменяю. Обычно, как дренаж, я использую пеностекло в последнее время. Но тут такие малюсенькие стаканчики. А пеностекло у меня достаточно крупной фракции. Поэтому я сюда этот же циолит и насыплю. Вот так. Так, ну, первый замеокулькус пойдет. У него корневая чистая. Он из воды, а не из грунта. Так, присыпала немножечко. Ну, как немножечко, нормально присыпала. Потому что корни-то еще особо, не особо длинные. Ставлю и присыпаю. У меня тут немножко окрашенный поддон. Поддон дачником Максимом. Потому что недавно велись кое-какие работы. Так, ну, я не знаю, замеокульку заглублять-то нельзя. А он, естественно, здесь не держится. Так, думаю, вот такую конструкцию используем. Кашпо плюс опора. Я просто сбрызну. У меня здесь разведено удобрение с корнеобразователем. То есть, с бактериями, способствующими корнеобразованием. Я просто вспрысну как бы грунт. И давайте попробуем установить. Так, работает. Вот опора его придерживает. У него просто сейчас нет шансов держаться самому. Я не могу его заглубить, как я сказала, достаточно сильно. А корни еще плохие, чтобы он мог держаться за их счет. Теперь я его, наверное, вот туда к стене, чтобы опора держалась за стену. Теперь Spider-Man Blue. Я так его название произношу. Как же он долго укоренялся. Сначала он у меня стоял, их два черенка стояли в воде. Но им становилось все хуже и хуже. Там уже появились предвестники загниения. Я их, в общем, достала из воды, посадила в мох. В уамхе они просто заморозились. И ничего с ними не происходило. И тогда один из черенков... У меня их два, я сказала, да? Один из черенков... Я просто воткнула в грунт и закрыла тепличкой. Посмотреть, что будет. И у него начала идти точка роста еще перед тем, как я увидела корень. И когда я это увидела, второй я тоже запихнула в грунт. И вот в грунте они уже укоренились. Теперь я, конечно, всегда буду амидриумы всякие укоренять сразу в грунте. Как и хои, наверное. Хои я укореняла. Ну, у меня небольшой опыт укоренения. И тоже они очень долго стояли в воде. И какую-то я уже психанула. Просто воткнула в грунт, в тот же горшок. И все нормально, прижилась, укоренилась и растет себе спокойно. Вот, с водой я, конечно, только нервничаю. Я использовала тогда лайфхак. Думаю, вы его уже слышали на просторах интернета. Поставить в стаканчик с водой легкоукореняемый черенок. Какой-нибудь типа премиум, сингониум. И тогда вещества, которые будут при укоренении этот легкоукореняемый черенок выделять, помогут укорениться и долгоукореняемому. Ну, у меня что-то тогда это особо не сработало. По-моему, как раз-таки к хоям я что-то подкладывала. В общем-то, мне это не помогло. Ну, как тоже не помогло. Все-таки укорениться-то они укоренились. Но мне кажется, что такое же количество времени они бы укоренялись. И... Ой, вот я чуть-чуть, конечно. У меня тут в подносе уже перемешался грунт старый с землей. Я сыпала же сюда новый кокосовый. И все это все вместе засыпала в стаканчик. Ну, хорошо заметила. Его я, наверное, тоже брызну этим удобрением с корнеобразователем. Чтобы помочь корешкам развиться лучше. И перепривыкнуть к другой среде обитания. А вот, кстати, второй такой же черенок. Он уже и корни дал. И точку роста. Ну, его буду пересаживать, когда уже тоже лист раскроется. И этот, получается, как я вообще изначально сделала. Я воткнула палку и надела сюда крышку, по-моему, вообще без отверстия. Потом, когда увидела точку роста, сразу поменяла на крышку с отверстием. Вот здесь, когда лист начал раскрываться. Точнее, он уже раскрылся. Просто был еще очень молодой, маленький. Я вообще сняла эту крышку и удержала стакан без крышки. Чтобы постепенно перевести из тепличных условий. Вот. И сейчас пересаживаю, получается. И больше я ему этот стакан не буду оставлять. Ему мы надеваем кашпо собственного производства. И ставлю пока туда же. Так, следующий. Philodendron Ring of Fire. В общем-то, я уже рассказывала, что у меня здесь растет много деток сразу. Хотя я покупала одну. Ну, она оказалась плодовита. Я не знаю, сколько здесь штук. В общем-то, я их хочу все-таки подразделить. Себе я оставлю. Себе основной горшок я сделаю с двумя детками вместе посаженный. Чтобы все-таки Phil rose покрупнее. И посмотрю, что там еще останется. Один я хочу посадить в минеральный грунт, чтобы посмотреть, как он будет себя чувствовать. Экспериментальный, в общем. Вот, если будет еще, то их уже, наверное, нужно будет выводить из коллекции. Сменила немножко ракурс, чтобы и повиднее было. И от меня заодно отдохнете. А то мне уже в разговорном видео написали, где растение одна ты. Ну, извините. Бывает, что тематика видео такая, что придется смотреть только на меня. Хотя растения там тоже были. И я уже рассказывала в каких-то своих видео, что я насмотрелась видео на ютубе, что можно использовать как дренаж уголь. Но мне это не понравилось. Как-то он промокает, не просыхает. Уголь как часть грунта, да, мне нравится. Нормально тут корни. Я бы так вообще не тревожила корневую систему, если бы я не хотела сменить грунт. Поэтому здесь я по максимуму... А, так я же еще разделить их собралась. Я уже забыла. Слушайте, я уже не знаю. Я уже не знаю, как это сделать. Они тут так переплетены. Я даже подобраться не могу. Ну, вот так вот буду потихонечку теребить, теребить. И когда-нибудь земли станет меньше и корни подразберутся. У нас погода, конечно, несколько дней назад. Буквально два, по-моему. Вот это вот сейчас, я не знаю, слышно вам или нет, падает снег с крыши. К слову о погоде. Собственно, два дня назад было плюс 20 градусов. Мы гуляли уже здесь футболочкой. В общем, наслаждались жизнью. И на следующий день вместо плюс 20 стало плюс 2. Ну, в принципе, апрель. Апрель, он как бы в средней полосе. Это для него нормально. Я особо-то не удивляюсь. Такой месяц. Может быть жара, может быть холод. Это нормально. Я вот, слушайте, уже достаточно хорошо, как вы видите, очистила корни от земли. Ее там уже практически нет. Здесь еще что, мох? Я что, самхом прямо пересадила? Посмотрите. Так, конечно, я тут уже так беспардонно с филадендроном пообращалась. Мне нужно будет его, разумеется, помыть. Тем более, что после всех этих обработок с масляным средством, я уже тысячу раз говорила, тысячу раз показывала, вглубляться не буду, но к растениям и так все прилипает. Не могу я их отмыть. Я уже даже пробовала их тереть в фэре. Ну, как их, я только один, который меньше всего жалко пока попробовала. Но он не отмылся все равно. Слушайте, я первый раз в жизни что-либо разделяю. И мне немного страшно. Как я видела, люди вот так вот потрясывая пытаются это все разделить. Но, слушайте, если не получится и сейчас, то потом я это и подавно не сделаю. Так, что здесь-то у нас все-таки? Там мох похожа. Вообще не помню, почему я так пересадила. Что, было не распутать, что ли? И я побоялась там как-то повредить, наверное. Видимо, тогда я даже и не надеялась, что он расплодится настолько, что мне нужно будет его разделять. И подумала, а, и так сойдет. Я не знаю. А, вернемся к погоде, пока я тут снова разбираюсь с корнями. Так вот, вчера у нас сначала шел ливень. Потом ливень стал идти вместе со снегом. Потом просто сменился на снег. И насыпала его так достаточно нормально, что он даже вот с крыши валится. Вот, это вообще я завела к слову о том, что периодически может быть грохот такой стоять. Я не знаю, мне кажется, микрофон это пропустит. Я не знаю, мне кажется, у меня не получится его разделить. Сколько их тут вообще? Ну вот один, видите? Он такой прямо, как будто бы должен легко отделиться. Вот тут. Господи, тут еще маленьких. Вот тут две крупные, значит, филодендроны. И раз, два. И две деточки еще. Пошло дело. Раз. Я уверена, что там наверняка повредились корешочки. У меня все еще это, знаете, за сердце прихватывает, когда это происходит. Ну вот один отделен. Слушайте, ну это в любом случае нужно делать. Это не маленький филодендрон. И он уже сейчас, я вижу, вот эти вот маленькие, хоть и появились детки, они не развиваются. Вот этот тоже отделится, я чувствую. Хруста вот эти вообще мне, конечно, не нравятся. Так, ну он полегче вроде идет. Я трясу, но тяну, знаете, не со всей силы, не сильно. Тут помогу вот так подраспутаю, чтобы уже поменьше повредить. Вот второй. Такие два красавчика. Мне у него очень нравится окрас, степень вот этого вот сплэша. И как он ярко заливает листики. Ну, помою сейчас, будет, конечно, получше видно. Так, здесь что у нас? Раз, два деточка, три деточка. Один большой, три деточки. А вот этот я так и посажу. Получится три части. Так, какой у меня теперь план? Поехали по деткам разберемся. Имеем, значит, маленькую вот такую, самостоятельную, ну как, крупненькую достаточно детку. Вот это вот с самой большой корневой системой. Я подозреваю, что тут осталась часть корней от предыдущих филодендронов, которые мы отделили. И вот такая, ну красивые какие, скажите. Вот этот самый большой отправится вот в такой горшок. Такой же по размеру, кстати, как они все вместе сидели. Кокосовый субстрат, значит. Вот этот, который средний по размеру. То есть он большой достаточно, но на нем нет деток. Отправится в стаканчик, тоже в кокосовый субстрат. Вот от него я, скорее всего, избавлюсь. Такое слово, конечно. Вот. А этот маленький посадим для эксперимента на фитильный полив в минеральный грунт. У меня здесь вот такая вот, значит, самодельная система для полива. Стаканчики с одинаковым диаметром. Один маленький, один большой. Шнур полностью синтетический. Чтобы в нем вообще не было никаких составляющих, которые могут гнить. То есть никакого хлопка, никакой органики. Вот так это все вставляется и пьется. Я вообще просто нетерпеливая. Я заказала себе горшочки. Но они еще, знаете, все какие-то со своими нюансами. Вот смотрите, например. По внешнему виду же мы все равно все смотрим, да, на горшочки. Часто по внешнему виду. Лот номер один. По внешнему виду мне нравился больше всех. Но в нем моментально образуются водоросли. Вот эта вот губка, она вообще уже вся зеленая. Я мыла вот эту вот стеклянную штуку позавчера. Чтоб вы понимали. И у него нет ни одного дрянажного отверстия. То есть в тильном поливе тоже должна лишняя влага куда-то спускаться вниз. И должны быть дренажные отверстия. Здесь нет ни одного. Так что такие я больше покупать не буду. Лот номер два. Из тех, что у меня есть сейчас из маленьких. Здесь выглядит поудобнее. Здесь, во-первых, можно доливать, не поднимая вот так из носика. Достаточно легко промывается стаканчик. Здесь он зеленый, но этот стаканчик я промывала около недели назад. С прозрачными, видите, этого не избежать. Водоросли заводятся так или иначе. Минус этого стаканчика в том, что если вам по какой-то причине нужно достать вот этот вот белый из прозрачного, он очень туго выходит. И я в последний раз выронила просто туда локазию, как бы я аккуратно не пыталась. И мне пришлось вот как раз вот эту заново туда усаживать. Очень это неприятно. И маленьких горшочков для фитильного полива не такой уж большой выбор. Пока что среди всех вот этих вот удобнее всего моя вот эта система. Она достается легко и моется, меняется легко. Но выглядит это, конечно, не так красиво. Я уже думала даже сделать кашпо для этой системы. Вот. Но я сейчас заказала еще одни попробовать. Буду, наверное, показывать где-нибудь там в видеодневнике. Посмотрим. Те выглядят удобнее, чем эти. Но по внешнему виду они уступают. Давайте, что я рассказала, что я заказала, и не покажу. Где-нибудь вот здесь прикреплю фотографию от продавца Сазона. Какие горшочки вот ко мне сейчас едут. Итак, первыми займемся теми, которые будут в кокосовом субстрате. Так, немножечко перекину сюда. Присыпаю грунтом. Так. Так. Ну и все, как обычно. Грунт распределяю протряхиванием. Чтобы заполнились воздушные полости по максимуму между корнями. Что-то еще спрессуется при поливе. Спрессуется, протолкнется. Так, почти закончили. Кажется, я во всем этом действии повредила распускающийся листик. Я старалась аккуратно. Вы видели. И что его теперь удалить? Что делать-то с ним? Я так еще не поступала кровожадно. Или не трогать уже? Давайте пока не буду трогать. Посмотрю. Наверное, если листук обзда, то я это увижу. Он начнет как-то желтеть. Так, я чтобы с листьев то, что я испачкала, стекло вниз, прямо по листьям опрыскиваю. Вообще, им это, конечно, не нужно. Это, я повторюсь, там есть бактерии для корнеобразования. Первый готов. Так, второй. Так же все. Чутка присыпаем. Устанавливаем. Я так еще люблю проворачивать как бы стаканчик, чтобы длинные корни... Они, то есть, естественно же, когда сами облетают стаканчик, они такой спиралью заворачиваются. Я люблю создавать такой же эффект. Так, засыпали. Так долго, слушайте, я уже с одним рингу оффлайр. У меня, вообще-то, сегодня еще были планы. Ну, что-нибудь еще доуспеем, я думаю. Второй, этот, наверное, я буду выкладывать у себя в телеграм-канале как изливки. Ну, когда он там, конечно, усидится. И когда я на всякий случай точно убедюсь, что у меня уже никого нет из паразитов. Потому что вы помните, что у меня были трипсы, и мне как-то, знаете, кому-то отдавать черенки. Пока что немножечко волнительно. Хочу понаблюдать за ними, за всеми. Я, конечно, думаю уже, что никого нет у меня, ни трипсов, ни каких-то других вредителей. Иначе бы я просто не проводила с ними никаких манипуляций. Но убедиться хочется. Поэтому пока что ничего не уставляется. Да, излишек, честно говоря, не так уж много. Я же вам рассказывала в истории, как меня занесло в это хобби. Что у моей коллекции год. Как вы понимаете, за год не так много излишек. Тем более, что большинство растений я рощу с такого возраста. Типа там с одного листа. С двух листов. Вот этот я уже прикрепляла наверняка фотографию. Какой малютка был. И я вообще от него никак не ожидала. Так, а вот это уже у нас экспериментальное. Так, здесь дренажное отверстие я сделала. Я уже его, видимо, использовала. Но что-то не зашло. Не помню, что. Я обычно делаю два отверстия для шнура. Это тут вам не видно. Еще есть отверстие просто для того, чтобы лишняя влага могла стекать. Тут у меня немножечко лечузы. Так, это свежая лечуза. То есть, ну вот из пакета. И в ней вообще идет осмокот. Еще какое-то такое сыпучее удобрение. Поэтому я буду просто проливать водой. Минеральный грунт можно использовать повторно. Бесконечное количество раз. Но, естественно, его нужно промывать между растениями. И удобрения вымываются. Я уже использовала в некоторых горшках. У меня есть использованный грунт. И... Так, я так поставила. Вам не видно, да? Ничего. И там я удобрение развожу прямо в жидкость, которая вот здесь вот. И развожу его по рецепту, как для гидропоники. Вот. Пока что все нормально. Посмотрим, как пойдет дальше. Просто делюсь своим опытом. Помните, да? Никому ничего не навязываю. И не утверждаю, что так и надо. Просто интуитивно. Я же промыла камни. Я их еще к тому же пролила кипятком. На всякий случай. Поэтому, да, я решила подкармливать путем добавления прямо в воду удобрений. Слушайте, друзья, это чистый ВД-эксперимент. Я пыталась найти где-нибудь видео о том, как кто-нибудь, какой-нибудь филозендрон сажает именно в минеральный грунт на фетин. Потому что с обычным грунтом там с каким-то я не понимаю, как его замешивать. Потому что, по идее же, там не должно быть никакой органики. Потому что земля никогда не просыхает. Грунт никогда не просохнет на фитиле. И чтобы это все не загнило и не превратилось в болото. Но конкретно тоже, чтобы вот рецепт был. Такой, чтобы он мне еще и понравился. Я еще не нашла. Если вы знаете рецепт для фитильного полива, для грунта. На основе, например, торфа или кокосового субстрата. Напишите, пожалуйста. Или скиньте ссылку, если видели. Где-то на это уже обзор, рецепт. В общем, вы поняли. Пожалуйста. А минеральный грунт для меня понятен. В нем точно ничего не загниет. Поэтому экспериментируем на нем. Так, нам нужно запустить фитиль. Путем того, что мы прольем сверху растение. У меня здесь чистая, отстойная вода. И поливаю. Вот так, пускай там все стекает. Чуть-чуть еще добавлю. А тут корни виднеются. Я так сейчас экспериментировать стараюсь с разными видами растениями. Чтобы по максимуму перевести на такой полив. Потому что я осознала, что я могу уехать куда-нибудь не на одну неделю, как до этого. А на большее количество времени. И было бы удобно, если бы какие-то самые дорогие сердцу растения были на минеральном грунте. А лакази у меня уже все переведены. Ну, кроме новеньких. Новенькие пока стоят, ждут в своей очереди. Так, давайте я вот в этот стакан вот так эту грязную воду вывью. Ну, вообще, вроде бы как. Если верить комментариям продавца, это не грязь, это удобрение. Что они там отвечают на комментарии. Не надо промывать грунт, просто посадите туда растения. И вот такая система фитильного полива. Поближе. Тоже буду держать в курсе, как ему вообще это все дело понравится. Друзья, я же кое-что не уточнила по поводу кротона. Забыла сказать. Для тех, кто не знает. Это когда растение укореняется долгое время, нужно постараться разместить его так, чтобы он не касался вот этим вот стволом ни дна, ни стенок сосуда. Потому что соприкосновение увеличивает шансы загнивания. Так шансов уже гораздо меньше. Шансов на загнивание, шансов на укоренение, естественно, больше. Еще хочу сегодня успеть заняться несколькими хоями. Первая будет Лиза Австралия. Или Австралийская. Я говорю, точно не помню. Но точно там замешаны. И моя тезка. И Австралия. Что с ней мы делаем? Во-первых, она растет длинной палкой вверх. И мне уже здесь этого не хватает места. Во-вторых, она у меня во время обработок от трипсов скинула. Скинула. Видите, здесь много листьев. Но она уже восстановилась. Смотрите, какие лопушища расти. Все в порядке. Вот новые идут. Видите, новые листики такие ярко-малиновые. Чем дальше растут, тем больше переходят в зеленый. Вот видно следующая стадия. А это уже третья. Просто зеленые оттенки. В общем-то, ее мы срежем. И переукореним макушку. Смотрите, наверное, трубать не будем. Сейчас посмотрю. И еще у меня здесь хоя со странной фигней в горшке. Извиняюсь, конечно, за такой лексикон. Ну, как это еще назвать? На грибницу это не похоже. Я, короче, хочу ее поскорее отсюда достать. Видите, какая непонятная штука. Знаете, когда нужно срезать долгоукореняемое растение, это всегда, ну, вот для меня, по крайней мере, очень так неприятно внутри ощущается. Потому что больше шансов, что что-то пойдет не так, не укорениться. Тут жалко потерять, если что, эту шикарную макушку. Ну, тут все уже. Я не могу его здесь содержать. Надо его доставать. Ну, я уже не озвучивала еще раз. Инструмент обработать лучше. Вот. Ну, и я уже говорила, что нужно, и не раз в этом видео, что нужно дать черенку подветриться. У меня, кстати, я же озвучивала в начале, что случилось чрезвычайное происшествие, когда я снимала первую часть это видео с самого начала. И черенки, на самом деле, пролежали больше суток на воздухе у меня. И им уже было, конечно, не очень хорошо. Желательно обойтись несколькими часами. Так, тут пока все. Здесь тоже, скорее всего, проклюнется почка. Я сейчас подумаю, как организовать укоренение. Наверное, я просто ее воткнула в стаканчик с грунтом в небольшой. Там она разрастет с корнями. И я устроила общую пересадку и ссадку вместе вот этого укорененного черенка и вот этих вот. Я боюсь, что если я воткну ее сейчас сюда, эти черенки у них уже есть, корневая система. Они будут все выпивать, ей ничего не достанется. Не знаю, это тоже интуитивно. Я нигде не слышала, что так бывает. Ничего, просто предполагаю. Не хочется, в общем, мне ее сюда сейчас втыкать. Вот, обветривается, пусть лежит. И теперь займемся этой. Кримсон Квин. Когда творится какая-то непонятная история с грунтом, непонятная, неприятная, я предпочитаю работать в перчатках. Вообще, я, конечно, люблю вот в земле трогать и растения, и землю. Это вот все ковыряние, а когда там что-то происходит непонятное для меня... О, тут корней-то... Смотрите, да? Тоже. Я молодец. В кавычках. Количество корней у теренка. Размер горшочка. Ухое. Сейчас посмотрим на второй. То же самое. Им, конечно, здесь места многовато. Знаете, меня или глючит, или земля будто пахнет луком. Так, во-первых, я их сейчас промою, и на всякий случай поставлю фунгицид. У меня это дачник Максим, просто потому, что он открыт. И надо его использовать. И пойду-ка я погуглю, что значит, когда земля пахнет луком. Ну, или знаете, что я обычно еще делаю? Я вам рассказывала, что у меня есть тетя, которая профессионально занимается растениями, и когда у меня что-то чуть что не так, я записываю ей песклявое голосовое. Тетя Люда, что за фигня у меня там с растением? Тут и тут, посмотрите! Реально таким голосом, потому что... Ну, в панике я такая... В общем, погуглю. Давайте сначала поставим его фунгицид. Нет, вообще сначала я ополосну его, короче, схожу. Минуточку. Никакой минуточки для вас. Секундочка. У меня, значит, такан с водой. Стеклянная палочка. Я их вообще покупала как опоры. Но вот одну использую постоянно по назначению. Это палочки для перемешивания химреагентов. Так, с Максимом Дачником я просто добавляю каплю. У меня здесь с перчаток, видимо, попало немного земли, стакан. Вот так, в крошке буквально. И отправлю минут на 20. Друзья, мне прошло около часа. Я вот так через 20 минут достала череночки и разместила в стакане. Наверное, в него же и посажу. Нужно дренажное отверстие, конечно же. И дренажный дренаж. Так, давайте будет солид. А еще, вы представляете, мы уже сняли клеща с собаки. То есть, все, вернулись клещи. Так я быстро об этом говорить и видеть снег за окном. Насыпаем немножко грунта. Начинала на поддоне, заканчиваю уже без него. Вокруг уже все грязно. Причем, при том, что я несколько раз уже протирала поверхности. Ну, что поделаешь. Так, опять обрызгиваю так, чтобы чистить землю с листьев. Так, разместились череночки Crimson Queen. Уже убрала табличку, запомнила, как называется. И отправляется обратно в фитомодуль. Теперь Лизонька. Так, она тоже не будет из-за тяжести листьев стоять нормально в грунте. Давайте я прямо вот эту вот опору и достану. Сейчас она здесь уже не нужна. Тут будет такая же система, как за миокуркасом. Эта опора будет в кашпо стоять. Собственного производства. Я так все время это говорю, как будто бы я их продаю. Но я их не продаю. Я просто даже не вижу в этом смысла. Молт такой для кашпо вы можете сами себе купить и заливать сколько вам их захочется. Так, вот такую. Вот так будет держать на себе Австралию. Ой, во-первых, дренажное отверстие, конечно же. Я думаю уже о заполнении фитомодуля именно растениями, которые его будут прикрывать. Я уже рассказывала в видео, что я его использую в основном просто как полку. То есть растения в нем стоят вот прямо как на стеллаже. Я их достаю оттуда, чтобы полить. И часть из них там вообще стоять и не будут в будущем. Они так, пока маленькие там стоят. А мне хочется заполнить его такими растениями, которые его прикроют своей шапкой. И получится зеленая стена. Но есть несколько у меня к этому требований. Во-первых, я не очень люблю, когда одинаковые растения дома. То есть я не буду там размножать одни и те же растения просто ради того, чтобы его заполнить. Эти растения мне должны нравиться. Я должна их хотеть, любить. И каждое должно быть особенным. Это помимо требований, которые в принципе нужны к модулю. Что там не больше горшки, чем один литр. Что растение должно образовывать шапку. Либо лиану скидывать. Так, я пока болтала, наполнила просто стаканчик грунтом. И вставляю туда хую. И сейчас так нормально подспрессовываю пальчиками вот сверху грунт. Опять-таки корнеобразователь. Вот завтра я поеду уже за двумя растениями, конкретно для фитомодуля. За одним папоротником. И коя взрослая. Забыла, как называется, с длинными такими листьями. Вот, я очень рада. Ну, естественно, они сначала отправятся в карантин. Я больше не буду, знаете, этим пренебрегать. Как бы мне не нравилось растение. Я вот уже грешила тем, что он уже выглядит таким здоровеньким. Я так хочу его уже видеть в коллекции. Чтоб оно стояло со всеми вместе. И там, знаете, неделю подержу на карантине. И перевожу сюда. Плохая эта идея. Всегда это плохая идея. Я расплачивалась и не раз, и не два. Наверное, вот раза три-четыре я расплачивалась. Вот за такое скороспелое. Это приведение растения в коллекцию. Вот, и так мне уже, конечно, не терпится их привезти. Вставить в фитомодуль. С Лизой Астралией мы закончили. Вот. Так, я не буду ее сильно крутить, вертеть. Но она, конечно, очень красивая. Но вот то, что она растет палкой, я вообще не понимаю, как это... Как с этим совладать. Итак, последнее дело, которое осталось сегодня провернуть. Это подкормить фикусы, которые мы с вами обрезали во второй части серии этих видео. У меня прошло уже чуть больше недели. Близится активная стадия роста, поэтому фикусы хочу подкормить. Так, перенесла вас вот так поближе. Буду использовать минеральные свои обычные удобрения. Хотя, наверное, лучше что-то все-таки с органикой, а не все-таки. Так, еще есть у меня вот такое. Оно органоминеральное. Так, что тут про пиашь-то ничего не пишут. Слушайте, наверное, вот все-таки вот этим. Не вот этими чистыми минеральными. Так, у меня есть две пятилитровки с водой. Обычно их хватает на три фикуса как раз полить. Я, наверное, буду использовать вот такую мерную чашечку. Ну, не, наверное, буду использовать. Что за вечная неуверенность? Получается 80 на 10 литров. Да, я сказала, значит, 40 на 5. Жижа! Перемешиваем и поливаем фикусы. Подкормка поможет хорошо вступить в активную фазу роста, пробудить почки, ради чего у нас вообще велась обрезка до этого. Да и, в принципе, обогатить почву. Как вы понимаете, фикусы эти я пересаживаюсь в ближайший год и даже два не собираюсь. Поэтому почву я буду обогащать именно кормлением. Вот и всё. Вместе с вами мы запустили сезон. Надеюсь, вы вместе со мной вели пересадки, тоже занимались растениями, этими всеми весенними необходимыми процедурами. Может быть, тоже подровняли фикусы. Может быть, также немножечко кардинально их обрезали. Впереди, конечно, ещё много работы, но именно вот эту серию вступления в начало сезона я буду завершать. Напишите, как вам понравилась ли такая серия. Делали ли вы что-то вместе со мной или нет, или просто смотрели. Если вы не видели предыдущие части в конце, вот когда тут видео появляются, что следующее посмотреть, я оставлю именно ссылку на плейлист. То есть, там будет подписан плейлист начала сезона 2024. А я буду прощаться. Надеюсь, вам всё понравилось. Если это так, не забывайте поддерживать канал лайком. Пока-пока!